Добрый день, дорогие слушатели и зрители, ученики Московской международной книжной ярмарки. Я очень рад к вам обратиться. И хотел бы рассказать, хотел бы сказать несколько слов об истории книги, которую сегодня я изнутри. Для всех, для вас, и в Москве. Нина называет Москва, модерн-мастер, история культуры, рассказов и диалогов. Обычное, я хочу объяснить, как оно возникло и какова-то фрисология этой книги. Я очень давно уже живу в Нью-Йорке, больше 40 лет. И здесь, в Нью-Йорке, я писал, издал большущую книгу об истории культуры Санкт-Петербурга. Поэтому-то тоже 20 лет. Культуры Санкт-Петербурга, как книга вышла сначала здесь, у ее, в Англии, потом ее, в Финейшем, и на связи. А когда возникла реальная реальная ситуация, ее издали в России. А на самом деле, в Москве, а не в Узбеке. И после этого я говорил со своими американскими издательствами и предлагал им сделать аналогичную книгу, аналогичную книгу Тербургской книгу, аналогичную книгу о Москве. Дело в том, что сам-то я на Средней Азии потом жил в Риге, от рода моих родителей, там учился. И я еду в Ленинград, прожил там 14 лет. А из Ленинграда перебивался в Москве, больше нескольких лет жил перед тем, как я еду в Ленинград. И Петербургская культура у меня птицовала и волновала. И я был знаком, и я еду в Ленинград, и Артматовый, с наименитым американским хорелковым Джонджем Маланчимином, он же Георгием Маланчимовым, он чего-то не птичьем, что было веще, чем с Юсифом Кротским. Книгу Тербург, который мне тоже выписал. А ты книгу Маланчимовича. И как бы после вот этой госпитриги меня очень интересовала приток в Москве. Но когда я стала говорить на это видео просто со своими американскими издателями, то эти люди, как полтинегентные, образованные американцы, которые с большим интенсивеном в своем время объяснили свои идеи истории культуры Петербурга, когда я говорил о московской культуре, они, как бы так, с недоумением на меня смотрели, говорят, какая-то такая особая московская культура. И для меня это, для этого сраза, было шоком некоторым, но в разговорах я выяснил с ними, что для них из московской культуры, какими актуальными, что ли, для американцев нормальными, актуальными явлениями был бы, пожалуй, ну, исключая, конечно, ямаль, метро, московская, вот такие вот вещи знаковые, но в области, как бы, культурных, 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 какими-либо два, а именно большой балет и московский культурский театр. Я не знаю, насколько известно в России, но московский культурский театр оказал огромное влияние на Россию. И драматического театра Соединенных Штатов, и что вот это подробно на Голливуду. Потому что многие знаменитые актеры голливудские, воспитанники театральной системы Станиславского, в таком видео стали исследоваться, и ученики Станиславского еще в 20-е годы прошлого лета, преподаваясь здесь, в Амелье. Билл Чехов, именитый русский актер, оставался в Голливуде, снимался в фильмах голливудских, и стал знаменитым федоровым театралем. И здесь, в Нью-Йорке, я работал несколько театральных студий, от эгиды системы Станиславского. Я даже еще когда приехал сюда, в Нью-Йорк, еще с людьми встречался, все были очень знаменитые и очень приятные, и очень приятные, и очень приятные школы. Но все это как бы существовало, это в таком отрыве, что ли, отрыв, ну, чем Москвы, как город. Московский художественный театр отдельно, а Московский художественный театр отдельно. Это в случае с Митерпургом, у западного интеллигентного человека, возникает некое, это почему-то такое представление, более или менее, о том, что же это такое. Через Москву такое представление совершенно не возникает. И так, по тому, что надо бы в моем направлении что-то предпринять, вот так вот родилась эта театра, которая, моя, которая сосредоточилась на истории ухода Москвы, именно начиная с основания Московского художественного театра, Станиславского и Невочевых Танчика, это переразор 1798 года, они открыли театр, постановку «Чай. Питих» сочинения. И это знаменовало также, кроме рождения вот этого вот легендарного, очень приятного семейства, это также знаменовало рождение великого русского драматурга, который на сегодняшний день по популярности вот на Западе, понятное дело, что чай любим и популярна Россия, но на Западе по популярности Шекстерца. После Шекстера второй наиболее часто всталищийся и актуальный драматург. и это, конечно, разрывно связано, потому что если это не вот эта историческая постановка «Чайки» или его, то очень может быть, что никакого чехового драматургова в итоге не существовало, потому что «Чайку» сначала поставили в Екатеринбурге, в Александринце 5, и там она, как бы хорошо и интересно, обозорно провалилась, и Чайек был полным отвален от этого всего, являлся, что никогда больше ничего это театр писать не было, и люди, мы, наверное, могли бы спокойно потерять великого драматурга, если бы, например, Славский и Кирилл Иванович, которые нашли ключ, навалившись на пися, и показали ее хоть и автор, Чехов был очень доволен этой постановкой, конечно же, и потом продолжал сотрудничать с Московским художником театром, даже, как-то не знаю, Чайк Биллсовой книга, актрисе Московского художника. Так что это вот с этой вот историей я начал, скажу, стать вот книг 20-го года, 20-го года, именно в 20-м веке в Москве стали происходить события, которые решительным образом сформировали вообще российскую культуру, и очень существенно образом повлияли и на развитие, в общем, мировой плоти. вот как это все произошло, это очень действительно любопытная штука, потому что, ну, мы все знаем, что российская государственность и российская культура всегда существовала как бы между двумя магнитами, между двумя полюсами. Москва, с одной стороны, кристольная столица России, и Питер Монгар, как мы знаем, стал столицей в 1717 году, только. но удобство заключается в том, что Москва, которая стала столицей ростского государства в конце 15-го века, существовала в этом качестве в некоторое изоляциях западная культура глобального процесса выход русско-культурно-министроводного родирова он совпал с появлением этих проектов, потому что твой познай имени это деление где-то рубил таким вот окном, где его так статистически добавлял на хорошее оборудование русских композитов и все следов это пробел окном европе выбор здесь это он любил такие острые получения так вот тем не менее окном его было и и выход русско-культурно-министроводного арену таким образом осуществлялся из Петербурга в течение долгого времени но в Москве происходили свои чрезвычайно важные и уникальные по-своему процессы москва оставалась как бы вот такой пофероносной дорогой как ее тоже именовали да и претендовала неприемлемент назвать на титул на позицию экономической и культурной если не политической то экономической и культурной столицы России и в этом отношении между Москвой и Петербургом конечно всегда существовало соперничество которое кстати советские иконы когда я я служил в Москве в основе советская музыка и когда я там пытался открыть что-то такое сказать традиционно московской и петербургской культурной школы я всегда начальство говорил что никакого такого противостояния нет а есть общая советская культура и все идёт в единоморку совет была такая официальная точка нет по-моему совершенно прорешивая потому что всегда было есть и в возримом будущем будет существенная разница и определённое противостояние московского текущего культуры московского текущего но мы все знаем что 1861 году в особой религию в России христиан устроила реформа христианства хлынула города и между московом в которых был был потенциал для промышленного развития, очень подстегнут для вот этой самой реформы, и Москва стала быстро набирать обороты, как экономический российский центр. Потому что, конечно же, император, го, правительство, вся бюрократия, это все находилось в Петербурге. Это был политический центр России. Но Москва стала очень-очень развиваться как мощная промышленность. Это особенно легкая промышленность, особенно текстильная. И люди стали богатеть, появилась вот эта мощная, впечатляющая сосудия. И тут вот тоже такая интересная и очень важная московская заказка. Эти московские купцы были староверы. Они были глубоко регионные люди. И именно это важно учить больше от староверы, потому что староверы подвергались, как мы помним, гонениям, большинство стороны царства правительства, которое старалось всех загнать в такое статистическое русло. А они в этом сопротивлялись, как бы потом могли. И вот в этой борьбе с правительством, с официальной церковью, у староверов выработалась своя этика, очень важная этика независимости, украинства и определенных моральных обязательств. И это оказалось очень-очень-очень важным фактором, когда люди с тазащих разогнатия, они пришли в число самых богатых, как мы к тебе бы сказали, в олигархах, нетриволюционной России. И очень важным фактором, ну, конечно, вот тут тоже нужно будет, когда мы говорим, Станиславский. Да, гениальный режиссер, он изобретатель новой системы, воспитатель блестящих ребят, это артистически. Но он был очень успешным бизнесменом, очень успешным функционом. Его, как купец, он был, естественно, не Станиславский, это его артистически, он был Алексеев. И купец Алексеев, например, получив своих предков золотаткацкого фарма, по ходу времени ее трансформировал в камень, когда это стало более выгодным бизнесом. И таким образом держал семейный бизнес на плаву, и это было очень доходное предприятие. И вот это купеческое ухватку, это купеческое умение, он перенес и в театральный отдел. Он основал Московский художественный театр как такое вот частное предприятие на паях, там все было поставлено на очень твердую и такую эффективную финансовую основу. И это очень важно. Вот в этих людях было это сочетание большой деловой охватки и при этом высочайших этических каких-то принципов, которые позволяли им минимальным образом, что называется, жулить. Их в бизнесе, да, не попустили, да, этические основы. То есть в этой среде это ухажение было деловое. Ухажение было гораздо важнее любых бумажек. Их в тон бумажек не стоили того, что люди нажимали пушку, но вот таким образом уславливали, что вот какая-то сделка состоится вот так. И все это было перенесено вот в сверху благотворительности. В общем, благотворительности целенаправлены с огромным размахом и с потрясающей деловой дарью. Смотрите. Несколько пример. Третьяковская коллекция, которая открылась в 1880 году, она существует до тех пор и является одним из нескольких ведущих российских музеев и одним из ведущих мировых музеев. Столько лет она будет поддумать. С института 2-го, вот так она и стоит, она никогда не хрустнула, никогда не обводилась в еще раз, ничего, она станет. Пахрушинский театральный музей тоже публичный. Частная опера «Мамонтова» оказалась на 112-м даче. Ну, она служила толчку к стилю Большого театра. Вот, что-то, что-то, это многое, что-то знают, сколько Большого театра. Это все началось как бы вся эта революция Большого театра на начале 20-го века, на ближайшие 19-го, 20-го века. Она была снецкой, и нецкой купца «Мамонтова», послователя вот этого к стилю Большого театра достаточно часто. И так, в очень многих сферах происходило вот так. Купцы создали основу для новой культуры. Я уже не говорю о, опять-таки, московских купцах Щукин, но это целое семейство семейство Щукин и семейство Морозова, которые начали собирать картины, опять-таки, где-то в начале 20-го века. И умолвились идти на международную военную, которая в этом качестве была. Щукин, Сергей Щукин ездил в самым передовым в Вангарном, в Большом, в того времени, Матерису, Икаса и другим мэтам, которые в тот момент были начинающими художниками, скандализмом, их французское культурное сообщество и их оперегало. У них не покупали картины. Щукин был, я думаю, в планете, который установил очень твердые цены на картины того же Материса. Причем, что интересно, к московским купцам, что в начале 20-го века у мэтра Петербургского было вполне пренебрежительное отношение с этим. решение с разбитением, значит, Новый Богач это по-русски существует. Варианты сказали «богач», но он не тревелся. А вот Новый Русский да, ой, правильно, да, так вот, Щукин сам приехал к Матиссу и Матисс потом не хотел оставаться с особенно дорогой артиной своей, который считал особенно удачу, но это не получилось у меня, я это оставляю себя. Щукин хил, ходил, смотрел, смотрел и в том говорили. Берут, точка не получилось. То есть у него вырух, глаз не был купеческий, был точный, злойкий, ясный и отличался большим пусом. В итоге Щукин добрал беспроцедентную коллекцию Кантин Матисс и Пикассор, на которых в значительной степени держится сейчас репутация зарубежная. и армитажей, в особенности музея Микошкина. Так что это были необыкновенные конечно люди во всех отношениях, и они совершили вот эту революцию. революция до революции. Создав все условия для того, чтобы Москва перехватила культурное первенство в начале 20-го перехватила культурное обеденство в Петербургах. А потом, как Вы знаете, произошел и мешающийся в области политической. Как я уже сказал, у города может быть три политическим, может быть экономическим, может быть культурным в целом стране. Ну и вот мы, я живу в Нюнешаге, где политическая столица является Вашингтон, а культурно-экономическая столица является Нью-Йор. Вот. Я живу. И все это понимают. Ну, аналогичная ситуация есть как Гага является политической столицей, Амстердам Амстердам экономическим иллюзмом. Это как раз и в Европе и в других странах наблюдается, хотя есть города, которые эти функции всегда совпадают. Новая история. Кариж, Рим, даже Берлин подвезал политические традиции государства новой войны. Как из западной Германии столица находила Гонберг. А Москва вновь стала не только экономическим и политическим центром страны, а и политическим. В 1918 году, как мы знаем, когда Ленин неожиданно для всех, и может быть даже для самого себя, он вернулся, что он в месяц лет по политическому и едет в Москву. С этого начался новый этап функционирования Москвы как группа в столице, потому что в тот момент, когда все это объединилось в одном городе, и политические, экономические, экономические, экономические функции, все, Москва стала центральной новой советской страны, и, как мы знаем, сохранила эти качества сегодняшнего дня. И вот в этой вот советской области тоже довелись где-то которые вышли на международ одновременно. Причем я тоже в этой группе и пишу, рассказываю. я там сканзал в реальном вознедовении художественного театра, я эскапада Макаржи Щукина и с Матильсом Москвой он по себе очень занимает показательную историю. Матильсом Москве больше всего посвятил общество Амелия Рублева который с этого момента занес в сокровищу мировой культур стал большим победителем Рублева назад. А в Москве образовался это был Авангардный центр Матильсом Матильсом произошел еще в революции Рублева Гончаровой Честы тут много лет Малерий читатель Матильсом это все было московское искусство которое по своей авангардности сильно обошло Петербург с его несколько академичным мирным искусством так называемым всем известным мингвасом и женским а в Москве изображение искусства всегда было более ярким более аргументальным более национальным и оно оказалось более неярким но на Западе где приехал в 10-20 век большинство признанием как приехал то, что в 5-й и как в большом порядке в 30-м в 30-м в 30-м в 30-м общепризнанный филат России в 20-м век но там еще много чего в Москве началось в Москву перебрался Эсенштейн в Москве был поставлен в Москве один из самых знаменитых фильмов 20-го века Александр Невский вышел в 38-м снимали ледовое побоище залили льдом асфальтного темпу на Москве и снимали это делали и конечно же музыка стала экспорт товаров из Москвы нужно подчеркнуть и книга она вообще все что я пишу всегда тесно увязывает культуру и политику в моем представлении культура и политика абсолютно не разрывы а те кто говорят что культура должна существовать отдельно независимость от политики они тем самым тоже делают политическое взаимодействие культуры и политики и колоссальный авторитет музыкантов на международной арене которые сохранятся до сегодняшнего дня на западе самые уважаемые педагоги в сфере преподавания фортепиано музыки фортепиано скрипки это выходцы из из россии из советского союза причем из разных городов кстати даже из новосибирска сейчас но конечно же авторитетным первую очередь авторитетным авторитетным ассортиментом так вот человеком который первый стал использовать музыку как политический инструмент музыкантов на международные фокусы еще двадцатые годы когда это все было вновь тогда были созданы репутации и международные известности музыкантов как пианисты мельгилец как брат скрипач который до сих пор является священными именами для всех западных меломандов это очень важный был аспект развития москульской культуры о котором я уже напишу в моей книге потому что успехи успехами а жизнь у этих музыкантов была очень очень напряженная можно было маневрировать их использовали конечно как орудия пропаганды как орудия получения валюты западной и так далее и так далее но при этом они умиляются давать особенно в виде записи уже снарекса школьников нет но записи их остались и они до сих пор пользуются колоклассальным отношением то есть с огромным уважением освещения на запись особенно это сейчас в ютубе когда там собраны чурнальные коллекции записей в том числе записи советских музыкантов кстати добавля ставят вот эти записи сохраняют их и как бы пропагандируют одни не только любители музыки из России даже наоборот остальные большинство это западные любители музыки и ты можешь сейчас послушать музыку и практически ментально клиентов ютуба это такие запредельные восторги что ненавидно взять почему и я писал и я конечно же подсказывал эмпетер связанный с двумя самыми ментами на мой взгляд манами русской литературы которые можно назвать москорцами я конечно двадцатые лет в в москва все понятно войну в москва и доктор жива и и я несколько отдельные главы посвященные соотношению этих кстати поэтов писателя Булгакова поэта и Каза Астерната с тем же самым Сталином потому что эти отношения существовали и Воланд один из сухарных персонажей Матьяна Маргарита это конечно же Марина как фигурина Сталина и иллюстрация взаимоотношений Булгакова и Сталина сам по себе очень привлекает тематичные истории Матьяна это как бы внешний конвак в отношении она известна хотя под спутки и течения не так известны и я постарался сосредоточить свое внимание на них но что касается статна то тут вообще часто забывают насколько интенсивны были на самом деле именно личные отношения Сталина и Сталином помимо знаменитых звонков и Сталином сделан Сталином там я как-то сел и постарался подсчитать приблизительно то количество сколько фиг из советской то держал под своим личным я постарался но это трудно даже зареброобразить сейчас чтобы человек который управлял не склонил и отмечал все по военную промышленность и ничего значит за что столько внимания другое дело благотворное это внимание далеко не всегда благотворное и сталинская промо-со-культура сопровождалась тем известным и и феноменальным давлением на ее политизация но мы должны попытаться быть объявлены в том смысле что Константин да и вот личные отношения между Сталиным существовали и они практически исчезли после его смерти потому что последующие важные гораздо меньше степени интересовались и занимались культурой и когда они вмешивались в эффект часто был чрезвычайно негативным и я постарался показать это не менее в отношении Кастернака уже в лице Сталина и он это знал понимал и жаловался на это если об этом свидетельство он говорил что тиран владел Стали не принимал поднимание в моем мнении когда звонил ему можно оперировать а с этим человеком это невозможно он ничего не слушает его ничего не интересует и мне удалось показать что знаменитый скандал он он скрипит присужденный по сторонам формально за его общество в целом а фактически конечно за его роман доктор Джоара что этот конфликт был спровоцирован совершенно сознательно хрущен это до сих пор оставался в тени получалось что какие-то там какой-то там совершенно неважно секретарь в совместной семье часто выступил на свете собой с благодарной семьей которая гадит там мальчик это ужасно это страна посмотрите за это речи наблюдал по телевизору множество представителей и только впоследствии из разного рода публикованных воспоминаний и документов стало ясно что все это было то есть он вызвал этого самого замечательного и скорее всего ему стали свою речь об этой неблагодарной семье так что мне кажется мне удалось собрать и как бы представить которые оставались в тени и показать вот эту проблему взаимодействия московской культуры с политикой в каком-то новом куче и следующий конфликт опять я останавливаюсь это создание премьера и связанные с ней всякие конфликты тринадцатая симфония в московской и московской московской очевидной вечерин скандал потому что в итоге первая запись тринадцатой зафиани появилась на западе в советском союзе там очень долго и препятствовала исполнению, она подглядалась подключением в печати, и в шестой точке до конца жизни каждый пэк отмечал выдающий пример. А окончаю я свою книгу главами, посвященными Деятельность двух очень разных представителей Московской культуры Это римская иерархия всего легендарной поэмой, как он ее называл, Московской петушке Это 1460 год Опять широко раскопилось в списках по Советскому Союзу Но опубликовано нам было сначала в Италиях, потом в Байдии, В постмениско-своечное время Россия И тоже уже покутного в 1937 году И царя Александровича Тригова Знаменитого русского пострадокиста Вот эти два персонажа как бы завершают мой автор Московской культуры 20-го века Потому что я как историк культуры не просто предпочитаю, а обязанный Чья деятельность получается решилась Но в сотрудничестве с редакцией Елены Шубиной Я очень благодарен и ей, и ее учательной команде за помощь в этом деле В сотрудничестве с редакцией Елены Шубиной Нам удалось получить комментарии О современной, текущей, ну что называется, буквальной Аккультуре с ведущими экспертами Московского в этой области С Пятником Бахом, директором Элит students Института с Катерином Заховичем, русским литературным критиком, с Великой Петер, руководителем, с Великой Петерой, с Великой Заславским, ректором Китиса, с Мариной Лошак, Идет Кушнинского музея, и с Антоном Долиевом, Паном Китаром, Журхановой искусств, это все были замечательные, совместительные. Я с собой не буду посудить современную ситуацию. И вот эти диалоги тоже включили в книгу, поэтому книга называется «Московская культура. Рассказы и диалоги». Скажем, каждый из них высох в свою точку. Это секундное состояние, секунднейшее, буквальное состояние московской культуры. И, конечно же, я им очень благодарен для этого, очень помогает мне подойти этот обзор в Москве. Большое спасибо, Соломон Моисеевич, за ваш рассказ о книге «Москва. Моден. Москва. История культуры в рассказах и диалогах». Если у наших зрителей в зале есть вопросы, вы можете подойти ко мне, передать. Я через микрофон его задам. Подходите, задавайте вопросы про историю Москвы и другие книги, которые связаны с творчеством Соломона Моисеевича. Да, да, да. Вы слышите нас, Соломон Моисеевич? Да, да, да. Смотрите, у меня один вопрос, который я хотела задать. Насколько для вас Большой театр является таким важным культурным объектом, который продвинул образ и имидж Москвы как культурной столицы? Какова в этом роль Большого театра? Да. Книга о Большом театре вышла перед этой книгой о Москве, тоже в редакции Елены Шкуриной. И тоже она фокусируется на взаимодействии культуры и политики. То есть она показывает, как Большой театр на протяжении всей его истории, не только 20 века, а всей его истории, как он функционировал именно как площадка, культурная площадка для диалога между властью и обществом. Потому что такие традиционные истории культуры, истории Большого театра, их было несколько, но они все строились приблизительно по такому принципу. В таком году состоялась такая-то премьера, она прошла с большим успехом. В таком году, с такая премьера, она прошла с еще большим успехом или с меньшим успехом. Пели такие-то вокалисты или танцевали какие-то танцовщики. Кто-то лучше, кто-то хуже. Постановки были тоже как более удачные, неудачные. То есть эти истории строились по принципу собрания рецензий на отдельные постановки. По условиям советского времени, в которые вот эти книги выходили, невозможно было проанализировать, каким же именно образом в политическом, что или в плане, функционировало такое вот знаковое учреждение, как Большой театр. Это вот по цензурным соображениям невозможно. Нужно было бы проследить, как изменялась позиция театра, что ставилось, что не ставилось, почему и как. Кроме всего прочего, очень многие документы, которые были засекречены, все эти постановления, заседания, секретные указания, сенсурные указания, конфликты, которые были внутри Большого театра, художественные, политические. Это все нельзя было обсуждать. Я же очень прошу эту ситуацию, когда по своей службе журнале советской модели приходило из главы китайского управления рецензури, входили в списки, исченных в тем, в статус, взяли медитацию, там, в курсе, смешно, например, запрещалось обсуждать и вызывать даже цифры, окладывающие, которые получали работники культуры, в смысле. Вот нельзя было и все. И уж тем более ни о каких конфликтах нельзя было писать, ни о цензуре, ни о каких указаниях сверху, и сопротивления этим указаниям, или наоборот, впечатлениям, и так далее. В этом смысле моя историка Большого театра оказалась первым реальным исследованием функционирования вот такой важнейший Большой театр, миник, который дослужит совершенно и за футболом, первая книга, которая по всей полнотехнику давляет политико-культурную историю в этом учреждении. Вот, мне кажется, может быть, я что-то пропустил, но такого рода книги не создана до сих пор ни об одном российском знаковом учреждении. Нет такой документ, нет Этикурской галереи, не та же, что меня, конечно, удивляет, но вот мне представилась страшно сделать Большой театре, и я очень благодарен тактике Лену Шурину, потому что они меня поддержали в отношении. Спасибо большое, и у нас еще будет последний вопрос, поскольку времени осталось не очень много. Вопрос такой, у вас были диалоги со Спиваковым, которые в свое время очень были известным бестселлером, сейчас уже на носу юбилей Спивакова, и скоро будут большие празднования. Планируете ли вы продолжать какие-то книги в такой же тематике, такого же формата с другими людьми из сферы музыки? Да, вы знаете, я выпустил книги диалогов с Шестоколичем, с Баланчинем, как я уже сказал, с Бродским, и вот в последнее время уже в редакции Леншумина с Спиваковым и Евтушенком. Копии этих книг сделаны были по материалам телевизионных диалогов из Левтушенко и со Спиваковым, которые были показаны с Левтушенко на Первом канале, со Спиваковым на канале Культура, как мне рассказывают, пользовались известной популярностью. И книги как бы это закрепили в книжной форме, туда вошло гораздо больше книги, чем это показывало в фильме, понятно. Я что хотелось бы продолжить? Я сделал диалоги телевизионной с Владимиром Георгием, его проводителем Магинского театра, это тоже было показано по Первому каналу. И у меня есть определенные планы, которые обсуждаются, хотелось бы продолжить в этом смысле сотрудничество с Большим театром, но они не говорили еще пока международно, но безусловно, вот эта сфера диалоги с немедленно деятелями нашей культуры, это у меня очень-очень увлекает, и я очень рада вам, что... Спасибо вам большое за такой интересный разговор, за такую интересную лекцию. Мы ее записали, и мы будем показывать ее читателям также в будущем. Мы прощаемся с вами, Соломон Моисеевич, и благодарим вас за эту лекцию. Спасибо большое. Спасибо вам большое за внимание и за возможность поговорить с моими читателями. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.